Ну, наверное, даже в пособиях, монографиях и прочих, и прочих. Это информация о том, как защититься от незаконного обвинения в совершении. Как вы думаете, друзья, у нас в стране бывает такое, что незаконно возбуждаются уголовные дела против людей? Конечно. Это вся соль нашла. Вся соль? Да нет, я думаю, это легкий перчик какой. Несколько грамм, не больше. Внимание, а как вы думаете, это чаще делается из-за непрофессионализма оперативников-исследователей? Или все-таки умышленно с целью, например, отобрать бизнес, лишить статуса, заменить человека на нужного человека? Умышленно. Умышленно? Я думаю, ребят, вы ошибаетесь. В основном факты незаконного, необоснованного привлечения к уголовной ответственности, это из-за непрофессионализма отдельных, отдельных подсчетных оперативников, следователей и конфлора. А как вы думаете, большой ли процент не очень профессиональных сотрудников в правоохранительной системе? А, ребята, какой процент непрофессионалов в правоохранительной системе? Семьдесят. Молодой человек сказал, семьдесят. Вот давайте, вы, девушка, как думаете? Сорок процентов. Сорок процентов. Меньше половины. Тут, конечно, проблема в чем, что считать профессионализмом, а что нет, да? Это очень тонкая грань. Но давайте, коллеги, мы вернемся к этому вопросу к концу лекции. А теперь, друзья, вот такой вопрос. Как вы думаете, какому проценту присутствующих здесь людей придется защищаться от уголовного преследования? Девяносто. Да? Не угадали. Десять. К какому проценту? Заметьте, я задал вопрос. К какому проценту присутствующих здесь людей? К проценту. Более 30. Нет, неправильно, друзья. Правильный ответ ориентировочно 340%. То есть, здесь сидят люди, вы в течение жизни самое малое будете защищаться от уголовного преследования 3,4 раза. Причем это касается всех граждан России, во всяком случае всех, особенно 3 категории медиа-ребята. Если вы собираетесь много зарабатывать, например, если вы хотите жить на зарплату 30-40 тысяч, то у вас это меньше консенсива. Но если вы хотите зарабатывать от 200-300 тысяч миллионов в месяц, то уж простите, примерное количество уголовных дел и проверок против вас за вашу жизнь будет 30-50. Я не оговорился, 30-50 до следственных проверок дел оперативного учета или уголовных дел. Как вы считаете, я сам? Так оно и есть? Итак, во-первых, если вы будете зарабатывать много, я не красаю. Во-вторых, если вы пойдете в политику. Комментарии нужны? Если вы идете в политику, то уголовные преследования вам обеспечены. Ну и третье, если вы будете делать быструю карьеру на высоких уровнях. Кстати, это законодательство только Российской Федерации, это законодательство. Ну, наверное, вообще будет так. В Израиле, израильтяне, представляете, каждого второго своего премьер-министра, главы государства, сажает. Каждого второго. Я к чему это говорю, ребята? Сегодня наша беседа, я надеюсь, будет это именно беседа, будет посвящена... Ух ты, как не скромно. Я думал, что она исчезла. Будет посвящена, собственно говоря, вот этой теме, да? Стратегия и принципы его явления, расследовав и предупреждения коррупционных преступлений. Международный подход. Почему, ребята, именно коррупционных преступлений? Во-первых, потому что вы все, из средств массовой информации, знаете, что это такое, да? Многие из вас думают, что коррупция, коррупционеры, это вот, если дело возбуждено, то это 100% преступники. И это где-то далеко. Это крупные чиновники, бизнесмены, может быть, там прокуроры субъектов российских. Нет, друзья. Согласно официальной статистике, до 70% всех коррупционных преступлений, выявляемых, это значит, что? Это покушение на дачу взяток. Кто поднимет руку, например, кто здесь, водитель транспортного средства, все, кого есть пора. Помните ситуацию? Чуть вынесла скорость, останавливает рост ГИБДД. Ну что, протокол будем составлять или как? Вот стоит вам протянуть денежку, наручники, видеозапись, уголовное дело, и статья 291-я. Дача взяток. Добро пожаловать в колонию общего режима. Так вот, к сожалению, порядка 70% реальной статистики по коррупционным преступлений, это вот это, условно говоря, мелочевка. Ее еще называют бытовая преступность. Кстати, как вы думаете, почему так в России? Вот почему так? Кто сказал 70% непрофессионалов? Молодой человек. Вы сказали 30%, да? 40%. Ребята, для того, чтобы выявлять и расследовать опасных коррупционеров, да, опасные, серьезные, крупные, да, или особо крупные размеры взяток, нужно быть профессионалом высочайшего класса и при этом работать в команде таких же профессионалов. Вот ребята с этим у нас справятся. А статистика тоже нужна, руководство же требует расследовать коррупционные преступления. И поэтому ребята, оперативные сотрудники, исследователи просто завалены вот такими мелкими делами, чтобы обеспечить себе статистику. Как вы считаете, это нормально? Ну ведь они, те, кто дают взятки, это же тоже коррупционер так-то, да? Что же с ними, совсем не бороться? Ну как вы считаете, где правда? Такие преступления, да, тоже нужно выявлять, расследовать и разговаривать. Но закономерность такая, ребята. Это к тому, что, к сожалению, каждый из вас может стать либо заподозренным, как говорят оперативники, фигурантом. Фигурантом уголовного дела или доследственной проверки или даже обвиняемым по делу. Вы хотите получить такую информацию, чтобы никогда не стать токорой? Хотите знать? Соответственно, как вы думаете, для того, чтобы такие штуки знать, нужно, наверное, хорошо понимать, как работает правоохранительная система? Вам об этом рассказывают? Как она работает реально? Ну, дело в том, что винить преподавателей ни в коем случае нельзя. Дело в том, что у нас есть учебный план. А по учебному плану очень строгие дисциплины, предметы. И, понимаете, в наших учебных планах нет такой темы, как защита от уголовного преследования. Ну нет. Это так называемое выводное знание. А тут приехал профессор издалека, лекция разовая. Никакой ответственности за сказанное Галина Александровна не несет. Толтай, что хочешь. Это, коллеги, концепция нашей научной школы. Я не буду на этом концентрироваться. Вы можете посмотреть. Кстати говоря, кто хочет получить эту презентацию, прямо сейчас, помимо того, что подпишитесь, пожалуйста, на видео-канал. Пошел юридический маркетинг, Ленса. Это правильно? Это популяризация на усы. Вот так, ребята. Либо в Инстаграме, либо во Вконтакте. Прямо сейчас найдите, пожалуйста, кому как удобнее. Инстаграм, во Вконтакте, Юрий Гармаев. И попросите в письме презентацию. Я вам ее отправлю. Ну, если она вам покажется интересной. Итак, ребята, вот такие вопросы. Вот такие вопросы мы с вами рассмотрим в рамках сегодняшней беседы. Что такое стратегия и тактика? Внимание, друзья. Собственная безопасность как цель расследования. Как вы думаете, о чем я здесь буду говорить? Как вы думаете, друзья, а ваши телефоны сейчас могут быть использованы в качестве прослушивающих устройств? Выходите в подробности. Поговорим. Три варианта стратегии сильных и слабых процессуальных противников. Имеется в виду процессуальные противники это следствие и оперативные сотрудники субъекта оперативно-основидительности и сторона защиты. Адвокаты, подозреваемые, обвиняемые и так далее. И с той, с другой стороны, приличные люди. Но почему-то они противники. Четвертое. Принцип наступательности по делам о коррупционных и должностных преступлениях. я вам буду рассказывать о самых лучших профессионалах. Профессионалах высшего класса. Тех исследователей-оперов, которых я не просто уважаю. Я даже бесплатно работаю на них. В смысле красава. И так, ребята, немножко о теории. Что такое стратегия? Как вы знаете, это термин в основном военный, да? Ну, к примеру, вы, наверное, знаете кое-что про про войну со шведами, которую ввела Российская империя во главе с Кром Первым. Да, помните? Как там звали короля шведского, не помните? Карл, совершенно верно. Говорят, шикарный был полководец, да? Ну, вы знаете его конец? Да ладно, девушка, что ж вы прямо? Ход ваших мыслей мне не нравится? Я понимаю. Я сам такой, у меня... Итак, Карл XII, ребята. Считается, что он же, кстати, выиграл несколько сражений в Российской империи, да? Но потом потерпел полное поражение в какой битве? Именно с Российской империей. Он вспомнит. Полтавская битва, совершенно. Так вот, в истории он остался прежде всего как гениальный полководец, но бестоламный стратег. В итоге он довел свою страну до полной нищеты, разорения, а сам подался в бега и покончил жизнь на чужбине, покончил жизнь на чужбине. В общем, он выигрывал сражения, но проигрывал бои. Так вот, друзья, я желаю вам быть хорошими стратегами, даже если вы будете допускать отдельные тактические ошибки. То же самое работает и в расследовании коррупционных преступлений. Да, вот, кстати, провел свыше 200 занятий вот в этих городах по вопросам квалификации и расследования коррупционных преступлений. Сейчас, кстати, поеду, у меня сегодня самолет, в Москву, Ярославль, и в Москве я буду проводить занятия примерно о том же. Итак, ребята, в следующий понедельник у меня занятие для руководителей следственных органов Академии управления МВД, и вот, что я им буду предлагать в качестве основных целей, стратегий обвинителей. Под обвинителем я понимаю оперативных сотрудников, следователей, прокуроров, надзирающих государственных комитетов. Вас не удивляет, почему собственная безопасность у меня на первом месте? Не удивляет? Рассказать вам, как меня чуть не привлекли к уголовной ответственности? Я расследовал одно очень серьезное уголовное дело в отношении крупных руководителей, ну, шесть человек там было обвиняемых, и привлекал уголовные ответственности еще больше, но в отношении, и так, шесть отдал под суд, а еще четыре-пять человек пришлось прекратить уголовные дела. И в отношении меня, как я потом узнал, проводились оперативные восстановления мероприятия. Почему? Потому что кое-кто опустил слух о том, что я беру взятки, вот те шестерые, которые я под суд отдал, ну, эти не дали. А вот те люди, которые было дело прекращено, каждый дал мне чуть ли не по 20 тысяч долларов. Ну, по крайней мере, один материал был точно. и такую информацию распространял адвокат. Он защищал одного из подозреваемых и сказал, и взял под меня взяток. То есть, он сказал, я добьюсь прекращения дела, либо там условный срок, но Юрий Гармаев, он меня на ты называл за глаза, и говорил, что мы однокурсники, это неправда. жены наши, подруги, дескать, дети в один сайт уходит. Про детей, правда, дети действительно ходили в один сайт. Но, вот так, и сказал, ну, Юрий, надо 20 тысяч долларов машину сходить, не хватает. Представляете, обвиняемая собрала эти деньги и отдала. Более того, он, оказывается, записывал меня. Каждую свою встречу он записывал. И в рамках этих встреч он как бы слегка провоцировал меня на то, чтобы я сказал, что вы бы незаконно. Например, как вы думаете, что бы я мог сказать, как следователь незаконно? Внимание, обратите внимание. К примеру, следователь допрашивает подозреваемого и говорит, так, или вы мне даете правдивые показания сейчас, или я вас сейчас представляю на арест и вы пойдете в тюрьму. это незаконно? А в чем незаконность? Шантаж. А точнее, да, можно сказать, шантаж, но откройте уголовный кодекс и поищите там, начиная с 300-й статьи. Ребята, открывайте свои телефоны, если у вас нет уголовного кодекса, заканчивайте консультант плюс или другую справочную пробу системы, но консультант удобный. и тренируйтесь, пожалуйста, найти любую статью любого кодекса за период 5-15 секунд. Если меньше 15 секунд, больше 15 секунд, ребята, или телефон выбрасываете, или чистите оперативку, или у вас вирус. 5-15 секунд, ребята. В консультанте можно просто набрать статья 300 2 Совершенно верно. 302 УКРФ сразу. И вы сразу выйдете на эту статью уголовную кодексу. Пожалуйста, тренируйтесь. Это должна быть ваша ежедневная практика. Найдите статью «Принуждение к даче показаний». Статья 302 Прочитайте диспозицию статьи. Можно действие такого следовательства квалифицировать? А? Да, это звучало как угроза перед либо так, либо все. Можно или нет? А теперь, друзья, еще одну статью посмотрите. 286 УКРФ «Превышение должностных полоначиваний». Прочитайте диспозицию статьи, она довольно сложная, но все-таки. Ребята, вот под этими двумя статьями ходят как под дамоклым мечом. Ходят каждый следователь и оперативный сотрудник. Особенно по делам о коррупционных преступлениях. Потому что мы часто привлекаем очень серьезных парней и девчонок. Мы прямо очень серьезные. Эти ребята могут свернуть горы. Я имею ввиду подозреваемых обвиняем. У них есть деньги. У них есть власть. А против них обычный следователь Следственного комитета или ФСБ, у которого даже в подчинении никого нет. Он сам подчинен. Он лейтенант, старший лейтенант, капитан юстиции. Ну еще может быть один оперативник, тоже капитан или лейтенант. И вот представляете себе, с одной стороны молодой парень 26-27 лет, средний возраст следователь, да, он сейчас? Молодой опер 25-28 лет, а с другой стороны 45-летний руководитель крупной организации, государственного органа, например, да, у него в подчинении 200 человек, у него связи по всему региону, да и в Москве, да, как вы думаете, он может сделать так, чтобы не он сел, а я? Так скажите, правильно ли я ставлю сырью безопасность? Кстати, как вы думаете, кого в нашей стране в процентном отношении больше привлекает уголовной ответственности, адвокатов или следователей? Ребята, следователи примерно в 20 раз чаще. Не в абсолютных цифрах, а по количеству. Следователи вообще-то, как вы думаете, Лена Александровна, кого в нашей стране больше, адвокатов или следователей? Ну, я считаю, мне нужно сейчас адвокатов. Очень много этих вопросов. Да. У нас только по краю свыше двух тысяч. Да, совершенно верно. Но если взять следователей, оперативников и дознавателей, то их вместе больше. Конечно, и больше. Но тем не менее, вот взять тысячу следователей и тысячу адвокатов. Я думаю, что следователей привлекают где-то в 10-20 раз чаще. Итак, безопасность это важно, да? Итак, безопасность. Во-вторых, ребята, это не скажет вам ни на одну лекцию. Все кругом говорят о защите прав граждан. Да? Все кругом говорят о конституции, опривайте, так сказать, гуманистических ценностей. Это все, конечно, все хорошо, но это бла-бла-бла. Реальная, ежедневная деятельность следователя это нарыть как можно больше эпизодов преступной деятельности, составов преступления и лиц, привлекаемых уголовной обязанности. Ребята, это для вас новость? Это не значит, что обвинительный конд. Ребята, этого от нас требуют наши организации. Везде кругом говорят статистику, надо повышать статистику выявленных расследований на правленный дел в суд, потом обобщают статистику, сколько кому дали, и чем больше дали наказание, больше срок, ну, вид срок и размер наказания, тем наша работа считается лучше. Следователям и оперативникам дают премии, повышают взвания, повышают должности, только выдавая на гора результат. Слышали такое выражение «палочная система»? Друзья, скоро по статистике я примерно 20%, здесь примерно сидят 20 человек, кто станет такими же, как и я. Обвините. И тогда я вам скажу, друзья, добро пожаловать в палочную систему. Итак, третье, а вот это уже, ребята, цель очень высокопрофессиональных обвинителей. Достичь компромисса с сильным процессуальным противником и судом. Что такое процессуальный противник и доследователь? Кто это? Адвокат и обвиняем. Вот знаете, какими бывают лучшие следователи прокуратуры Следственного комитета? Прокуратура сейчас не обвиняем. Я имею ввиду те, кто уже ушел, как я, на пенсию. самые опытные высокопрофессиональные следователи это те, у кого на самом деле нет врагов. Потому что во время расследований каждого уголовного дела они сначала с одной стороны они закручивали гайки, они выявляли в массе коррупционные и сопутствующие преступления, они заставляли стонать подозреваемых обвиняемых и адвокатов, но потом проявляли нормальные человеческие качества. В том шли способность что? Договариваться. Компромисс. Лен Санов так ведь об этом никогда не говорят на лекциях. Ни по криминалистике, ни по процессу, ни по уголовному народу. Итак, друзья, начнем с собственной безопасности. Каждый следователь должен это знать, но подавляющее большинство следователей, особенно молодых начинающих это не знает. Что в отношении многих и многих правоприменителей проводятся оперативные мероприятия. Одно из самых распространенных из них это наблюдение. Вот его понятие. Как вы думаете, ребята, в отношении кого-то из вас сейчас проводится оперативное наблюдение? Вполне. А как вы думаете, ребята, кто-нибудь есть здесь в отношении которых точно проводили оперативные наблюдения? Ребят, к примеру, если вы часто посещаете ночные клубы, в которых торгуются втихаря наркотиками, вы точно были объектом оперативного наблюдения. Ну, точно. Даже если вы сами не употребляли наркотики, но если вы стояли рядом с теми, кто торгует, а это же может случайно оказаться, с теми, кто сейчас под кайфом, то есть он получил синтетику, девушка рядышком с вами или парень, с которым вы только что познакомились на танцполе, потом для смелости, чтобы к вам подойти, он перед этим купил грамму, кристаллик такой, в коктейль себе, оп, и смелый, и от него не пахнет. Так вот, не исключено, что в отношении него уже несколько дней ведется оперативное наблюдение с использованием технических средств, записывается все. Может быть такое? Кроме того, где гарантии, что он не на коктейль? Ну, такой симпатичный, и классно одет, весь такой заславленный, весь такой вау, может быть такое? Ребята, вы будущие юристы, уже сейчас, пожалуйста, будьте осторожны в своих следах, потому что одна неосторожная встреча, знакомство, может быть, будет стоить вам всей карьеры. К примеру, при назначении на должность судьи или прокурора района, как вы думаете, какое ведомство составит о вас справочку? ПСБ. Совершенно верно. К примеру, председатель суда Красноярского КРОО не будет принимать никакого решения в отношении вас как претендент пока он не получит справку из управления ФСБ. А в этой справке будет написано все о вас, что известно органам. Начиная от того, вы привлекались к административной ответственности 10 лет назад, в далеком 2021 году, когда еще были студенты. Состоители вы где-то на учетах и самое главное, ребята, есть ли в круге вашего общения лица, занимающиеся преступной деятельности. Вот это самое хорошее. Стоит разобраться в своих личных контактах, Арили? Или может быть я надметаю личные жути? Арилина, Нет, не надметаете, у нас даже есть консиденты, которые просто не сядут на работу за связи с ОПР, ГЭШ. А всего лишь к примеру девушка несколько раз побывала на вечеринках с этими парнями. Она ничего с ними не обсуждала, но она была с ним. Ребята, прослушивание телефонных переговоров. Вы заметили, что многие осторожные люди сейчас почти не говорят по обычным телефонам, а многие говорят по мессенджерам. Прочитайте сами подробнее. Как вы думаете, переговоры через WhatsApp гарантируют вам безопасность ваших соединений? Ребята, запомните одну простую вещь. Я не вправе раскрывать вам государственных все, что касается специальной технической средств, это государственная тайна. Так вот, ребята, с помощью таких соединений вы можете гарантировать себе безопасность от преступников чайников, от просто ваших недоброжелателей, может, от отдельных недобросовестных сотрудников, к примеру, полиции, очень неопытных, совсем молодых, но, к примеру, от оперативных подразделений ФСБ не поможет ничего. они добудут любую информацию. Просто поверьте. У них есть такие технические приемные тактические средства, с помощью которых они раскроют любую информацию, которая доступна в принципе. измельчатся. Я как-то раз изучал материалы уголовного дела, в котором двое товарищей, чтобы обезопасить свои переговоры, ушли в поле, минимальное расстояние до ближайшего объекта было около километра. и вот они были вдвоем и вот они разговорились. Как вы думаете, их разговоры записали? И вопрос как? Но тем не менее элементарные навыки, ребята, элементарные навыки безопасности собственных телефонных соединений и все такое надо знать. В общем-то это отсекает больше половины. Дело в чем? Почему я это показываю следователям? Дело в том, что оперативно-поисковые мероприятия и разведывательные мероприятия против следователя может проводить кто? Ребят, преступники. Вот он возбудил уголовное дело против главы администрации. У главы администрации есть друзья, члены ОПГ. Он съездил прямо домой к руководителю ОПГ. Все пропало, шеф, все пропало. Против меня возбудили уголовное дело, а следователь такое. А руководитель ОПГ говорит так, чеша, затыни, так, ну, первое, что мы сделаем, это соберем весь компромат на этом следователь. И потом посмотрим, что из этого компромата нужно использовать. К примеру, где это и с кем последнее время он проводил вечера в пятницу. Или, так, он в 2021 году защитил магистрскую диссертацию, так, 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 а не сплагиатил ли он эту работу? Что там, всего лишь пять лет прошло. Подняли магистрскую диссертацию студента, выяснили, что у него 70% плагиата, выкинули эту информацию в сеть, написали на ней, как так, человек имеет незаконный диплом юриста, потому что он защитил ворованную диссертацию, и все, ваша карьера полетела куда? Не люблю это слово, ну, поскольку я не христианин, а буддист, я говорю, чертяк, где ваша карьера? Ну, это уже, а вот, ребята, как выявляется примерно 60-68% всех взяточных частей, то есть дачи и получения взятки. Проводится оперативно-сменовое мероприятие под названием оперативный эксперимент. Вы схему знаете, методику, или у нас говорят, механизм, нет? к примеру, выясняется, что вы, как следователь или оперативный, или бог с ним, поднимите, у кого из вас родители работают в госорганах. Молодой человек, садите, пожалуйста, вы девушек умеете развлекать. Молодцы. Как вас зовут? А? Давайте сюда. Давайте. Ничего-ничего, без вещей вы вертнете в этом году. Итак, Данил, кто вас говорит? Отец или мама? Мама. Кто? Ну, мысль. Должен. Не знаю. Вы в таких случаях, как Юлис, знаете, как должен отвечать? Стадия 51-я Конституция позволяет давать показания в этом году. Итак, вы не хотите называть кто ваш Матрис? Я не знаю. Действительно. Предположим, у Данила мама. Мама главный бухгалтер. Ну, предположим. Главный бухгалтер крупного государственного предприятия. Например, крас-цвет-мет. Я вчера там был просто на экскурсии, держал в руках 12 граммов золота. Вот в этих руках. Такой огромный слиток. там, есть бронный бухгалтер. Вот, предположим, какой-то организованной преступной группе надо подобраться поближе к руководству этой организации, но мешает мама Данила. Она честный, порядочный человек. Так? Поэтому с диссертацией у меня все в порядке. Мужу не изменяет. Значит, компрометирующую информацию поискали, не нашли. Личная жизнь чистая. Дети в порядке. Данил, сын любимый, учится. Тоже все в порядке. Какой бы на нее криминал найти? Ну, нет. А почему бы не сделать отношение провокации? Вот, к примеру, некий гражданин заходит к ней, у него мечены деньги. А мечены как? Специальным химическим составом. Его не видно, этот химический состав. В конверте деньги. 20 купюр по 5 тысяч рублей. Сколько? 100 тысяч. Каждая купюра помечена. Причем, если прикоснуться к этой купюре, на руке остаются следы, которые не смываются бог знает сколько. Не смываются. И вот гражданин говорит, Марья Ивановна, как ваш мам зовут? Тоже не помню. Молодой шутер. Оксана Евгеньевна, спасибо вам за то, что вы решили наш вопрос. У меня тут коробочка конфеток, бутылочка шампанского для вас. Вот пакетик, а потом темный. И Оксана Евгеньевна как-то расслабилась и не посмотрела, что внутри. И вообще к этому пакету не прикасалась. Но тем не менее гражданин вышел, пакет остался, а через пять минут по нитке влетают оперативные сотрудники, вяжут Александру Евгеньевну и изымают на нее пакет. А в пакете помимо бутылки, шампанское и коробку конфет конверс с деньгами с меченым. Ребята, это типичный случай провокации. Оксана Евгеньевна на самом деле ни в чем не виновата. Но как вы считаете, все-таки уголовное дело возбудет в этой ситуации? 50 на 50. А если съемка была? А к примеру, если съемка была? Но в плане что на сердце живы, что она не будет в пакете в ходе то есть есть на ней там сказано, что человек не будет понимаете, коллеги, вот преступникам им же на самом деле не важно, чтобы ее обязательно привлекли, возбудили дело, арестовали, осудили. Нет. Важно скомпрометировать, чтобы поднялся шум и чтобы человек уволили. А этого достаточно будет? Да. Вот ребята, присаживайтесь за ним. Я вам рассказал один из самых простых способов устранить неудобного, но очень принципиального, порядочного человека с должностью путем провокации оперативного эксперимента. Ребята, обратите внимание, я вам сейчас рассказываю совершенно открытую информацию, которая... Елена Александровна, я правильно понимаю? Это же открытая информация? Она же есть в интернете? Да? Как вы думаете, коллеги? Наверное, вот ряд безопасностей. А вот что используют очень опытные, квалифицированные правоохранители для защиты своих данных. Например, активный анализатор радиоизлучения. Подчеркиваю, заметьте, здесь нет производителя, названия, ссылки на сайт, но если вы будете где-нибудь покупать какие-то специальные штуки, ребят, или рекомендовать так, обращайте особое внимание, что этот сайт и конкретная продукция должна быть сертифицирована в ФСБ. Потому что, если она не сертифицированная, к примеру, вы купите это в Китае или на каком-то трансказченном сайте без всяких ссылок на лицензии в ФСБ, ребят, вы совершаете преступление, предусмотренное статьей 138 УК РФ. За гугл. Посмотрите, пожалуйста. 138.1 УК РФ незаконный оборот специальных технических средств предназначенных для властного включения информации. Вы посмотрите, ребята, вот у меня часы, кто отгарает какая-то модель? Отгарает свой часы. Точно? Усофикс. Правда? А вы знаете, что есть точно такие же китайские часы? Вы вот с этого расстояния не заметите. Вот в этой части тех часов китайцев полностью как делать? Маленькая точка. А там камера и микрофон. И поэтому когда я вот так, к примеру, сижу, если бы у меня были токические часы, то я бы мог записывать им. Понятно. И вот, к сожалению, сейчас, ребята, я когда провожу занятия со следователями, любые занятия, я им сначала рассказываю, ребята, будьте осторожны. Исходите из того, что любой, кто зашел к вам в кабинет, может оказаться или провокатором, или, по меньшей мере, записывать аудио и видео. Потому что специальные технические средства, в том числе и незаконные, широко распространены. А, кстати, отгадайте, кого чаще всего отправляют под суд по 138-й с азачком один. Никогда не догадайтесь, это очень трудно, вообще трудно без ума. Кого чаще всего, какую категорию населения? Студенты. по-первых, потому что нигилисты, правовые нигилисты. Во-вторых, самое главное, не знаю, закон, но очень интересуется новыми техническими штуками. Студенты. Потом школьники идут, потом предприниматели, причем мелкий бизнес. Крупный бизнес, у них свои консультанты, они осторожненько работают. А вот чайники, это студенты. Ну, простите за это. Я не вас, вы же не просто студенты. Вы студенты юридического института. Аграрного университета в рамках. Аплодисменты, пожалуйста. Вы учитесь в приличном вузе, в котором, видите, Елена Александровна меня, можно сказать, выполномочил и к этому. Самой ей было неудобно об этом рассказывать. Но вот считайте, то, что я вам рассказываю, это официальная информация, рекомендации для вас, будущих юристов. Вы же не хотите попасть так, как те пацаны и девчатки. В год примерно 120-150 человек отдают суд только по 138 сночку мать. Не трогайте, не заказывайте и даже в руки не берите, не сертифицированные специальные технические средства. Вот еще одно из них, подавитель диктофонов и микрофонов. Знаете, как работает? Если хоть кто-то здесь знает, как это работает, там, ребята, идет так называемая генерация двух или трех типов помех. Ну, там может просто радиоволны глушиться, а может, например, генерируется специальный звук, который делает любую записанную речь, диктофон, микрофон, удаленный, все такое, делает ее совершенно тарабашиной. не лезет стоят они приличный денег, правда, такие аппараты. Это самый дешевый. Итак, ребята, для того, чтобы четко понимать вопросы безопасности и стратегию обвинителей и защитников по уголовным делам о коррупционных преступлениях, нужно знать недостатки правоохранительной системы. Скажите, про недостатки правоохранительной вам вообще рассказывают? Вы какой курс? Я третий. Поднимите курсы, кто первый. Второй курс, третий курс, четвертый. О, четверка. Вот четвертому курсу информация очень актуальная, потому что вы вот-вот пойдете в этом море. Море позитива. недостатки особенностей стратегии представителей страны обвинения. Ребята, особенность номер один. Ребята, пожалуйста, я вас очень прошу, вот я сейчас заметил, четыре человека обсуждали, когда я задал провокационный вопрос по поводу незаконного уголовного преследования, заказного. Четверо человек в вашем коллективе такие вау, правоохранители, незаконного уголовного преследования, заказные дела. Ребята, на самом деле заказных дел очень мало. Они есть, но их мало. Настоящих оборотней в погоны единицы. Но просто каждое такое дело наскоку. Оно, кстати, не всегда заканчивается приговором. Вы знаете, что помните журналиста, которого спровоцировали и поймали с наркотой в Москве? Да. Как желали журналисты? Как вы думаете, это прямо ежедневные методы работы полиции? Нет, нет. Да нет, конечно. Но формируется общественное мнение, понимаете? Против правоохраны народ начинает ненавидеть, слиться. Это на самом деле работа. Не исключено, что это целенаправленно на работу спецслужб. Потому что хочешь расшатать государство. Первое, с чего легче всего начать, это развить тотальную ненависть к правоохране и к суда. Это подготовка революции. Не давайте себя в этом смысле, ваше сознание, берегите свое сознание от такой информации. Не то, чтобы совсем берегите, слушать ее надо, но не воспринимайте это как вся правоохрана здесь такая. Но ребята, систематические системные нарушения закона это действительно так. Я являюсь специалистом по вопросам квалификации расследования коррупционных преступлений. за свою жизнь я изучил несколько тысяч таких уголовных дел. Вот прямо сейчас у меня на изучении три уголовных дела, ну не в полном объеме, а отдельный материал, я изучаю, анализирую и даю иногда консультации, иногда письменные заключения. Внимание, ребята, за все эти 28 лет я не видел ни одного уголовного дела без нарушения закона. Зачем я это сказала? Ребята, действительно так. Но дело в том, что подавляющее большинство нарушений это нарушения мелкие, формальные. Ну, к примеру, следователь забыл взять у свидетеля в протоколе допроса в двух местах подписи. Там на самом деле в этом допросе условно говоря 25-26 подписей. Ну, к примеру, протокол допроса на 12 страницах. Сколько подписей можете посчитать? Биллиан сам. Ну, не меньше 16, да? Ну, из 16 подписей две забудут. Как вы думаете, это уже нарушение закона? Сушение. Какие последствия влечет такое нарушение закона? Вот этот протокол допроса будет признан недопустимым доказательством. А представьте, если этого свидетеля еще потом не удастся в суд вызвать. Все, ребята, делай руки. Из-за чего? Из-за того, что следа чего-то вечера уставший, желудок болит, дома жена с претензиями, денег не хватает, ребенок болеет и сам и сам, по-моему, с ковидом сидит. Ну, забыл он две годы. Это подавляющее большинство нарушений. Но, ребята, как вы думаете, сторона защиты должна это использовать? Конечно. Запишите, ребята, себя. Один из столпов фундаментальных идей стороны защиты, то есть адвоката, защитника и обвиняемого. основной хлеб стороны защиты это не незаконное уголовное преследование, а ошибки и нарушения закона, которые допускает тот следователь. То есть человек, скорее всего, виноват. Он совершил это получение взятки злоупотребления и плодомочия, но он нанял трех лучших адвокатов. Двое из Красноярска. Крутая золотая пятерочка, да? И еще один адвокат приехал из Москвы, из крутейшего адвокатского закона. Он на этих трех адвокатов потратил 10 миллионов рублей только на следствие. И это мастера своего дела. Где они не разбираются, они еще и привлекают таких, как я, то есть специалистов, ученых, да? А против них, кто его против этих обвиняемого и трех адвокатов? Кто? следователь следственного комитета Пупкин, старший лейтенант, закончил Красгал три года назад, ему 25-26 лет. Вот он один против этих зубров. Ему 25, этим по 45. Кто выиграет процессуальный поедет? Нет, ребята, у следователя есть шанс. Хотите знать, как он добился этого? Вот казалось бы, молодой, неопытный, один, ну еще у него опер есть, оперативный закон. И че, что я на жаргоне иногда? Дальше поехали. Итак, систематические нарушения закона. Второе, это недостатки, ребята, работы с правоохранительной системой. В основном правоохранительная система, к сожалению, заточена на выявлении мелочи. Дела в отношении крупных коррупционеров, то, что написано, верхушная коррупция, они бывают. Но, ребята, их на самом деле в общем варе уголовных дел, их единицы. Назовите мне какое-нибудь громкое коррупционное дело в Красноярском праве. Я ничего не знаю. Вот назовите текущее какое-нибудь дело, или в прошлом году кого-нибудь привлекли, может даже осудили, кого-нибудь крупного чиновника. Газет не читаем? Быкова, привлекаем. Кого? Быкова. Ну, Быкова, это не коррупционница. А еще крупного чиновника. Крупного, маловероятного фольфа. Очень мало, Илья Петрович, у нас. У нас акулыки его бизнеса это преподаватели и врачи. Да, преподаватели, врачи, учителя школ, директора школ и рядовые ДПС. Я же правильно понимаю, что вы спахнули? Да. То есть наши выпускники, ребята. Наши выпускники, а также рядовые следователи, основатели. Низовой уровень прокурора в суди, к примеру, почти не попадаются. Представьте, в год за коррупционные преступления осуждают в год по всей России троих-четырех судей в среднем. Три чеперта. А знаете, сколько оперативников в стране? Более сотни. Каждый год. Это не считая только дисциплинарного наказания. Вот в какую систему вы идете работать. Эта система, к сожалению, в том числе и поедает саму себя. И это очень правильно. Но, к сожалению, система в основном заточена на борьбу с низовыми коррупционными преступлениями. Но вы представьте, сколько имеет, сколько в реальности провокаций и незаконных попыток изобличить крупных чиновников. Об этом же просто никто не знает. Некоторых, например, представьте себе, проводят против них разведывательные мероприятия, собирают компромат, а потом проходят переговоры. Или мы сливаем информацию в правоохранительные органы, или ты делаешь так, как я сказал. Может быть такое? Вы хотите когда-нибудь стать такими марионетками? марионетками. Поэтому ребята в безопасности. Итак, следующие недостатки правоохранительной системы. Пассивность, биинициативность, раскрытие и расследование преступлений. У нас, к сожалению, значительная часть следователей, мы их называем в кавычках адвокатами. Следователи адвокатами. Вот я сейчас еду из Иркутска, несколько раз встречался и проводил занятия с оперативными сотрудниками МВД. Там подразделение ВЭПК, и они чуть не плачут. Вот они полтора года рыли, это жарбон, нарыли в отношении 20 глав крупных муниципальных образований, да, материала коррупционных преступлений. Они взятки берут, они торгуют собственностью. Там распродали лес китайцы. Здесь значит украли деньги представьте себе у детей. Знаете у нас программа финансирования питания детей, особенно детей малодеспеченных семей и так далее. Представляете там воруют у детей. То есть договариваются с коммерсантами с коммерсантами о поставке продукции, пищевой продукции для детей. На самом деле коммерсанту деньги передали, продуктов нет или продукты просроченные, а коммерсант деньги попилили пополам. Вот это ежедневная реальность региона. И таких преступлений реально тысяч. Но оперативники материал собрали, следователям следственного комитета передали, а деда геев данного вазу в баню. Нет состава. Без комментариев. Нет состава. Основная причина не хотят. Просто не хотят работать. У них куча дел, они и так завалеными делами. У них убийство, изнасилование, текучка, бытовуха, как у нас говорят. А коррупционное дело это же сложное дело. Потом это же дело опасное, да? Ты возбудил коррупционное дело, тебя же и сиели. Понимаете? И поэтому наиболее сложными коррупционными преступлениями, ребята, в нашей системе занимаются следователи по особо важным делам. А когда дело особо сложное, то следственную бригаду возглавляют московские следователи. Или в группу берут, вот красноярские следователи, парочка будет в группе, один приедет с Москвы и один приедет с Новосибирска. Им вообще нечего терять, они ничего не боятся. Они, как знаете, как кочевники, так сказать, воины, кочевники, им все равно, они на чужой земле, они будут вырезать всех. Ну, в юридическом смысле, да? И вот такие следственные оперативные группы, с такими бороться о стороне защиты, адвоката, ну, они когда узнают, что следователь, такой-то такой, ерунде, ерунде, так, сколько я говорил гонорар, миллион, простите, 15 миллионов, ну, я утрирую, конечно. Вы понимаете, как работает? Это полезно? Вы хоть понимаете, как это близко к вам? Сейчас объясним. Итак, четвертое. Заказное уголовное преследование. Повторюсь, бывает редко. Но, к сожалению, ребята, бывает. Я теперь вам объясню, как это работает. Вот посмотрите. Назовите мне какой-нибудь магазин, который рядом, который торгует продуктами питания. Красный ягод. Это сеть? Ритейн. Правильно? Назовите конкурента этой сети. Итак, смотрите. Пятерочка и? Командор. Командор. Не относите. Относите. А конкурентов, пожалуйста, назовите. Пятерочка и? И красный ягод, как вы сказали, да? Вот представили себе два конкурента. Конечно, каждый из этих организаций спит и видит, как задушить конкурента. Правильно? Потому что резко вырастает прибыль. Цена вопроса миллиарды в год. Понимаете? Устранить конкурента – это повышение прибыли на миллиарды. У них, грубо говоря, два пути. Первый путь – законные методы борьбы. То есть снижение цен, повышение качества продукции, да? Это дорого? Дорого. Это очень дорого. Иногда невозможно. И долго. И долго. Второе. Судиться в арбитражных судах. Долго. Долго. Очень дорого. И эффект? Не всегда. Не факт. Третий вариант – заказать уголовное дело. Опять-таки провести оперативно-разведывательные мероприятия. Я их не называю оперативно-разведывательные, потому что оперативно-разведывательные мероприятия в стране могут заниматься только госорганы, только в перечне предусмотренных законам ОБРД. Разведка. Итак, в одной из этих организаций есть разведка. Они собрали материал, к примеру, о том, что, к примеру, организация «Конкурент» уклоняется от налогов и дает взятки. Я фантазирую. Фантазирую. И дают взятки начальнику местной налоговой спецы. Межрегиональный проект. Материал передается в следственные органы. Нашли в следственных органах какого-то коррумпированного начальника. Если будут искать, найдут? Да. Говоришь, найдут. На ловца и зверь бежит. Слышали? Дали ему сущие копейки. Ну, сущие копейки. Миллионов 20. Что такое для крупного бизнеса, ритейла 20 миллионов взяток? Это же вообще копейки. Это их доход от одного магазина в одном районе. В сутки. Смотрите. Дали взятку. Возбудили уголовное дело, предположим. Признаки преступления есть? А может быть и нет вообще. Мы уголовное дело возбудили. Внимание. Сразу 12 обысков во всех офисах, во всех магазинах. Изъяли всю губаторскую документацию. Изъяли все компьютеры, включая серверы, жесткие диски. Заблокировали облака. Внимание. Сколько дней необходимо продуктовой сервере, для того, чтобы полностью накрылся бизнес? Вот вы же понимаете, смотрите. Поставщики, когда узнают, что уголовное дело возбуждено, документация взятка. Поставщики будут отправлять продукцию? Нет. Граждане, которые покупают продукцию, по-прежнему будут ходить в этот магазин? Или все-таки будут стараться обходить стороной? С другой стороны. Ну, раз поставщики не привезут, чтобы газ заходить? Поставщики не привезут, продукция разойдется, все. Если это крепкий, мощный бизнес, то он будет сопротивляться, ну, три месяца, ну, полгода, ну, год. Ну, через год-то сдохнет. При этом, смотрите, уголовное дело, может быть, потихоньку и прекращено потом. И коррумпированные следователи и оперативники скажут, ах, ошиблись. С кем не бывает, ошиблись. Ну, как вы думаете, юридическую ответственность они понесут? А представьте себе, а если действительно состав преступления был бы в действиях? Если действительно, ну, отклоняюсь от того. А как вы думаете, в России есть крупный бизнес, который все делает по закону? Нет. А так вы уже знаете, ребята? Я вообще зря сюда пришел, они все знают. Они все уже знают. Сколько у меня времени осталось? 15 минут. Итак, ребята, вот все эти моменты надо знать. И с точки зрения вас, как будущих следователей. И с точки зрения, если вы будете в будущем адвокатом. И самое главное, ребята, к сожалению, вы в таких делах можете стать обвиняемыми. Вот потому что, смотрите, вот я вам элементарный вопрос задал. Как вы думаете, высока ли вероятность, что вот две девушки, сидящие здесь, вас зовут как? Полина и... Арина. Арина. Можно вас попросить. Хочу на вас посмотреть. Как вы думаете, есть вероятность, что они когда-нибудь будут привлечены к уголовной ответственности за убийство? Да. Убийство однокурсика за то, что мешало слушать лекции. Да. Внимание. Ноль. Правда? Ноль процентов. Какова вероятность, что девушки совершат кражу на вершину разборки? Ну, думаю, тоже ноль. Внимание. А какая вероятность, что девушки совершат коррупционные преступления или будут соучастенными? Ноль процентов. Предполагаю, как вас еще раз. Арина, если бы вас позвали на работу, к примеру, с начальником юротдела, крупной компанией, ну, ИТЭЛ, то есть такой продукт. Пойдете? Внимание. Начальник юротдела. Предполагаю, ночюры. В Жангоре у нас уже ночюры называется. Заплата от 300 до 800 тысяч рублей. Пойдете? А? Так, куда хотите пойти? Я хочу на судьбу. На судьбу. Так, замечательно. Как вы думаете, какова вероятность, что, когда вы станете судьей, а станете судьей не меньше, чем через 8-13 лет? Так, минимум. Потому что 5 лет надо стажа, да? Ну, не хоть через 5 лет документы даже никуда ее встать. 7-8 лет помощник и так далее. Внимание, ребят. Какова вероятность того, что под нее возьмет взявку ее же помощник за судебное решение, а уголовное дело возбудит в отношении помощника и одновременно в отношении судьбы? Вероятность. 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 А? Вероятность. Совершенно верно. 100%. Ну, попытка. Привлечь к вам. Ваш, нас зовут? Полина. Полина. Предлагаю вам должность. Старший помощник прокурора района. Вот этого. Пойдете? Или пойдете? Старший помощник прокурора пошла проверять прокурорская проверка красноярский цветметр. Красноярский цветметр. Да. В котором работает данный вопрос. И мама Данила приглашает ее к себе в свой кабинет и произносит следующие слова. Ну, у нас есть отдельные нарушения, но я вас очень прошу. Ну, я вас очень прошу. Но не надо это указывать справа. Я вам буду крайне благодарен. Я лично знаком вас с Еленой Александровной Ираком. Мы вашему родному вузу окажем очень серьезную помощь, а вашему резинку проплатим обучение за границей в Гарбе. Гарбон, а ты где? Гарбон, а ты где? Гарбон. Это США. Стоимость одного года обучения 65 тысяч долларов. Ну, нормально. Не дешево. Согласитесь? Нет, сейчас нет. Не согласитесь? Нет. 65 тысяч долларов. Нормально, соглашайся. Да нормальная мелочь, ничего никто не узнает. Хорошо, ладно, ради вас. Ребята, заметьте, наша уважаемая Полина, даже если бы она отказалась, она все равно совершила коррупционное право нарушение. Дело в том, что когда произнести слова вот эти, в соответствии с федеральным законом о противоохранительской коррупции, статья 9, она должна была написать письменное уведомление. Предположим, сутки прошли, а она не написала. Статья? Ну, в смысле увольнение. Это еще не уголовная статья. Еще не уголовка. Но уже увольнение с прокурорской должности. Второй момент. Если она согласилась, как она сейчас, да? 65 тысяч долларов, любимый ребенок. Когда у вас, кстати, появится первая цель? Отличный вопрос. Да нет, ну, что за вопрос? Я говорю, с мастерского. А, простите, простите. Ну, слышали? Нет. Ребята, знаете, почему я задал этот дурацкий, как вас был вопрос? На самом деле, ребята, пожалуйста, когда вы планируете свою стратегию, четко указываете в этой стратегии свою личную жизнь. Ну, имеется в виду, когда вы женитесь, выйдете замужем. Когда вы планируете своего первенства. И так далее. Почему? Потому что очень многие наши выпускники, когда слишком много внимания уделяют карьере, нарушится личная жизнь. Особенно те, кто идут на работу следователем, секретарем судебного заседания, оперативными сотрудниками. Наш друг, аспирант, жениться, кстати, или нет? Это оперативник. Оперативник в процессе. В процессе. Главное, выпал. Ну, лет восемь уже в процессе. Итак, смотрите, коллеги. Среди всех сидящих здесь, резюмирую. Вероятность того, что вы будете привлечены за общеуголовное преступление, ноль. Потому что вы золотая молодежь. Вы лучший в нашем юбиле. Вы золотая молодежь, повторюсь. Но вот за коррупционные преступления у вас, наоборот, более высокий шанс. Чем, к примеру, у выпускников зоотехнического факультета нашего гениального университета. Правильно? Да. Есть такой факультет? Да, конечно. Итак, ребята, что надо понимать? Коррупционные преступления. Я уже сокращаю, потому что времени мало. На этих слайдах, когда вы, вы же напишите невидимое письмо, да? Получите эту презентацию. Внимательно, пожалуйста, изучите, что понимается под коррупционными преступлениями. И основные, самые опасные коррупционные преступления это взятошечество, да? А вот какие еще бывают коррупционные преступления, авторская классификация. Так называемые сопутствующие. Криминстические критерии выделения, да? Но акцентировать ваше внимание я хотел вот на чем. Дело в том, что если коррупционные преступления будут расследовать опытный и квалифицированный следователь, или еще того круче, следственно-оперативная группа в том составе, в котором я сказал, да? Помните, я говорю, московский следователь, соседнего региона, следственно-оперативная группа. Ребята, по этому делу будут работать профессионалы высшего класса, и у них будет вот такая цель. Они соберутся не для того, чтобы отправить под суд одного других человек. Что вы? Чего им мараться? Мелочок. Их задача очистить всю сферу деятельности. К примеру, скажите, здесь есть кто-то, чьи родители работают в системе здравоохранения? Кто еще раз перейдите руки? Девушка, можно вас пригласить сюда? Как вас зовут? Меня. Мама. Мама или Апица? Мама. Кем? Стрелизатором физических и психологических средств. Я правильно понимаю, что она не должна служить? Включение. 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 Нет, у нее. Включение. У нее. Ваша мама недолженности улицов, с одной стороны, это хорошо. Потому что она, к примеру, не субъект получения театра. А учредение как называется? Государственная область. Восемьяшинская церковь. Центральная объемная администрация. Итак, смотрите, центральная работа администрации. В городе или в селе? В городе. Вот смотрите, ребята. Дело в том, что у нас коррупция в здравоохранении, она вообще зашикаливает. Просто застанет. Но никому всерьез иногда взяться. К примеру, отдельный главврачи. Я не про вашу предприятия. Отдельный главврачи заключает постоянно действующие договоры с поставщиками. А поставщик – любимая доченька. Ими племянник. Поставляют медикаменты, медицинскую технику. Цена на 30% выше рынка. Качество и ныжа. Поставки постоянные. Откаты составляют 10%. Это обычная стандартная коррупционная схема здравоохранения. Отдельный главврачи, ребята. У нас отдельный главврач. Это миллионеры долларов. Это люди, у которых столько денег. Такие коррупционные связи. И вот представим себе, кто-то написал наконец-то, кто-то написал на жалобу. Оперативники, провели оперативно с ними мероприятия. Была создана следственная оперативная группа, ребята. Следующий слайд. Как вашу маму зовут? Ольга. Маму зовут Ольга. И вот перед ее глазами, глазами Ольги, открывается чудовищная картина. В течение дня залетает в поликлинику 5 расследователей, 7-8 оперативных сотрудников и маски-шоу. Как у нас в Красноярске называется маски-шоу в организации? СОК. СОК, совершенно верно. То есть с автоматами, масками, всех на пол. Обыскали, провели в одной организации, внимание, 18 обысков. С собой забрали два главного бухгалтера, два врача и двух заместителей. Их сразу в камеры допросили по раздельности. Основная задача выявить хотя бы одно-два первичных стопроцентных составов и судей. К примеру, один-два факта получения взятки или злоупотребления полномочия. Но, ребята, следственная группа этим не ограничится. Опытные адвокаты знают. Их задача раскрыть всю сеть поликлиник в Красноярске и окрестностях. В котором две-три московские фирмы, очень крутые фирмы-поставщики медоборудования, постоянно окружают весь этот товар. Постоянные откаты. Арестовали счета в банках, за границей и так далее. И кроме всего прочего, дело в том, что, скорее всего, вызовут на допрос Ольгу, то есть маму, нашу отчество, Ольгу Владимировну. И разговор будет примерно такой. Ольга Владимировна, что вы знаете об откатах в вашей организации? Ничего не знаете? Внимание, как вы думаете, может быть поступить угроза привлечения уголовной ответственности за соучастие в организации? Да. Можно? Ну, к примеру, помогала, афрагает думает. Сама ничего не брала. Но содействие оказывала. Пока. В итоге, ребята, по результатам этого уголовного дела, под судом дадут 25 человек, будет вскрыто в общей сложности 200 или 300 эпизодов коррупционных преступлений и сопутствующих хищений, злоупотреблений и так далее и тому подобное. Причем, внимание, и вот тут слабость расследовала. Главный бухгалтер и главный врач оказались очень влиятельными людьми. И по какой-то странной причине в отношении них уголовное дело было прекращено. Помните знаменитое дело Васильева? Сколько там доказано было, украдено? А дело прекратили. Ну, ладно, не суть. И смотрите, главных подозреваемых обвиняемых в дело прекратили, а вот рядовых сотрудников отдали 25 человек. Такое можно быть? Вот, к сожалению, это бывает. Ну, хотя, скорее всего, главврач, наверное, не уйдет, да, в ответственности? Да, закрываем? Спасибо. Не дай бог, конечно. Вы просто предупредите маму, что если она что-то знает, то что? Кстати, то что? Если она что-то знает, то что? Ну, что? Да, я знаю. Ребята, самое здоровое. Я, знаете, когда проводу занятия в учреждении здравоохранения, потом ко мне подходят рядовые сотрудники, я их консультирую. И очень многие просто увольняются. Потому что это бывает самый безопасный. Ну что ж, друзья, здесь много всякой информации. Повторюсь, свое предложение. Ребята, для того, чтобы, с одной стороны, стать грамотным следователем, расследовать это дело, необходимо знать методику расследования коррупционных преступлений. Если вы будете работать в гражданском обороте, например, юристом на предприятии, вам необходимо знать, как совершаются эти преступления, особенности работы правоохранительной системы и обеспечить собственную безопасность, ребята. Потому что у нас страна находится на такой стадии развития, когда к уголовной ответственности за коррупционные преступления может быть привлечен буквально любой. любой человек, достигший 16-летнего возраста. Ну и, наконец, третье, ребята. Если вы собираетесь быть адвокатом, то перед вами открываются самые широкие перспективы. Если вы займетесь специализацией по делам о коррупционных должностных и экономических преступлениях, это самые большие гонорары. Это самый большой пиар. Это юридический маркетинг на миллионы долларов. Это известность по всей стране и за ее пределами. Это шикарная юридическая карьера, но при этом огромные риски. Потому что такие адвокаты – это смелые люди, которые каждый день ходят по лесу в ритм. Я желаю вам стать, друзья, счастливыми в своей жизни, успешными профессионалами. Спасибо. Спасибо. Ну-ка, что тут нажать? Так, я сейчас нажму. А какая кнопка? Вот здесь? О, вот сейчас.